да коллеги всем добрый вечер действительно давайте начнем хотелось бы начать с неких итогов нашего прошлого занятия прошлого выступления в котором собственно мы начали с азов с понимания вообще что брендинг поговорили собственно о коммуникационных задач брендинга в бизнесе познакомились собственно с алгоритмом проектирования разработки внедрения бренд-комплекса отдельно собственно поговорили о главном инструменте наиболее эффективным это метафора бренда и вскользь коснулись потребительской психологии и посмотрели несколько систем такие как психогеометрия психология и буквально в паре словах поговорили на тему методики психея заработанной нашими партнерами по высшей школе брендинга это компания психея али клипик алексей мраза сегодня мы еще собственно к этому вернемся мне показалось что гораздо эффективнее собственно будет на второй день а второе занятие прежде всего посвятить инструментом создание внедрения брендов которыми как раз хотел с вами поделиться считаю что это гораздо более интересным если нежели рассказывать о созданных кейсах вот потому что действительно инструментарий актуальные не достаточно живой которым мы пользуемся как консультант собственно каждый каждый день вот на чего я хотел еще начать на сегодня лекция это с некого видения ситуации на финансовом ну прежде всего банковском бизнесе и рассмотрите как раз точки зрения брендинга и тех трех уровней понимания этой ситуации о которых мы говорили с вами вчера напомню речь идет о трех уровнях собственно продуктовое мышление производственное мышление это маркетинговое мышление и третий тип мышления как раз таки коммуникационный и брендинговый применительно собственно хотелось бы об этом поговорить с точки зрения именно финансовый сектор проводя очень много таких обучающих семинаров достаточно крупных собственно банков мы с коллегами считаем что рынок именно брендинга был банковском секторе находится можно сказать самом начале пути да почему собственно мы сделали такую ну во-первых если действительно рассматривать категорию в данном случае бренда да то наверно вам единицы из всех существующих отечественных банков можно четко абсолютно спозиционировать и в этом наверно кроется достаточно серьезный проблем да то есть много общаясь на на всех уровнях и преподаватели у нас есть мы понимаем что это не одна из самых главных проблем вот потому что находясь стадии мышления маркетинговой да мы говорим о том что большая часть банка находится статус торговой марки они бренды это очень важный собственный момент потому что если вы проведете там элементарные опросы или сеть глубинных интервью и спросить собственно какие ценности у этого банка ну чтобы хотя бы большая часть людей назвала две-три из них эти ценности вряд ли такое единение касаемо позиционирования банковского вы получите да то есть наверное как наиболее может быть яркий пример четкой дифференциации и уверенного позиционирования последнее время можем увидеть у ну понятно банк тинькофф который у всех как гельмон глазу всего банковского сектора вот на мой взгляд очень эффективно собственно работает банк открытия и тоже очень понятно разговаривает с аудиторией как раз таки тут точно выстраивать кондиционные составляющие вот и некий иной характер и так начнем собственно перечисления на самом деле на этой странице мы подобрали очень широкий спектр исследовательских инструментов вот которых собственно вы не знаете я думаю что можно легко посмотреть в интернете что-то преподают высшей школе брендинга очень исследование это прям какая-то невообразимо сложная вещь которые обязательно занимаются крупные беседческие агентства вот на мой взгляд этих инструментов гораздо больше внешне мы привыкли до зачастую использовать анкеты или фокус-группы вот на самом деле действительно очень много наблюдение о чем хотелось бы сказать защиту собственно данного способа исследования такой старый пример который царем рассказывал один из моих знакомых владелец крупного собственно сервиса дорогих автомобилей долго не мог понять собственно радиостанциях ему размещать рекламу закупка собственно здесь очень достаточно затратная часть предпринимательский мозг включившись в этот момент позволил владельцу сервиса просто напросто всем принимает автомобиля фиксировать какие радиостанции запомнены собственно магнитолог которые чаще всего заносит машин простой собственно инструмент наблюдения позволил собственно выявить ту самую аудиторию на которую и те самые каналы на которые пошла в дальнейшем реклама особенно хороши наблюдения когда мы говорим о точках контакта с потребителем тот же самый ритейл или банковская розница как правило практически во всех банках все банки оснащены камерами при этом по звуку со звуком да и поэтому достаточно просто до посмотреть вы выявив те ролики данных которых идет какой-то активный разговор собственно с потребителем или какие-то недовольства либо как он вообще разговаривает можно всегда уточнить дальнейшем и качество продукта и коммуникации наблюдения просто обязательно рекомендую и тренироваться на этих наблюдениях с точки зрения удовлетворения потребительских предпочтений потребительских ценностей что еще собственно из исследовательских инструментов мы сегодня с вами посмотрим несколько видов картирования называемый бренд мэппинг да это может быть и позиционирование поиск ниши это может быть карт потребности и мы сегодня об этом с вами поговорим я бы даже сказал что это наверное не стратегический инструмент картирования а это способ визуализации и поиска возможно позиции современные собственно методы исследований могут предполагать еще и собственно анализ открытых источников очень важный способ потому что такие источники как евромонитор либо например источники трендовый ритейли могут очень точно подсказать собственно куда двигается рынок как проблемы чаще всего этими открытыми источниками современные маркетологи почему пренебрегают а там действительно есть вся более-менее полезная информация пару слов про анкетирование настоящий момент времени анкетирования очень интересны собственно новые инструменты которые вы легко сможете запустить в определенных группах соцсетях это наряд не будем собственно рекламируют это ряд интернет-приложений которые позволяют не просто создать отки анкета сделать ее интерактивные спокойные делиться в социальных сетях и получать обратную связь кастами джонни один из наверное интереснейших инструментов которые можно хорошо с большому счету карта карта путешествия потребителя и она очень эффективна собственно для применения именно в рознице ритейли в том числе и банковском то есть это то каким образом потребитель для где он получает информацию как он подходит или подъезжает собственно банку где он контактирует первый раз всем собственно можно заниматься при помощи кастами давайте двинемся дальше значит зависит глубина и выбор источников но конечно нужно все измерять с целью проекта и с целями собственно бизнеса которые исходят от собственных да потому что очевидно что когда все таки мы говорим про некое цель и полагание зачем мы это делаем отсекается куча ненужных телодвижений и всегда собственно есть возможность сравнить риски и понять какими исследовательским инструментарием нам лучше пользоваться эффективно собственно очень важный аспект этот пункт 2 это имеющийся экспертиза зачастую этот способ а это способ исследования многие очень забывают на рынке огромное количество огромное количество это конечно увеличиваю но достаточное количество экспертов до части не сосредоточена брендовых агентств могут частной экспертизы вот и на стороне бизнеса тоже достаточно количество экспертов с которыми всегда можно посоветоваться да потому что если вы выходите там на рынок который для вас не известен там всегда есть много подводных камней и методом экспертизы можно совершенно нормально такие вопросы решать собственно чего еще зависит глубина выбора источников это собственно какая точность необходимо помимо цели полагания до перед тем как проводить исследование необходимо понять насколько глубоко мы это исследуем да какая выборка этого исследования вот и насколько это необходимо ну и собственно здесь же это образ мышления владельца потому что опять же таки мы с вами говорили что стратегия брендинга стратегии маркетинга последнее время прикрепила изменение стало более оперативным то есть если раньше мы планировали на три года сейчас там максимум на полтора то имеющиеся опять же время тоже имеет определенное определенное значение звука опять нет я не знаю что с этим делать вот есть можно перелистнуть на следующий слайд давай я теперь еще и слайд вот отлично собственно по поводу того как мы изучаем и на как раз таки проговорить те вещи дать и исследовательские инструменты которые наиболее эффективно по нашему опыту на могут вам пригодится собственно как изучаем начнем собственно с бизнеса и здесь наиболее эффективным инструментом как раз таки является глубинный интервью скор где мы его сегодня с вами вкратце и основные принципы изучим то есть поговорить как как это происходит и вам собственно сбиваясь теперь вижу что я буду теперь вообще сам собой разговаривать так коллеги на по поводу скоро если в двух словах что это такое по сути это ряд глубинных интервью которые делаются по определенным правилам и принципам далее мы получаем собственно картинку при помощи этого глубинного интервью о том каким образом видят те же самые вещи все участники бизнеса то есть собственник там тот менеджеры уровень там маркетинга продаж но непосредственно конкурентов то есть мы большому счету по одной схеме изучая эти уровни потом их сводим накладывая друг на друга и понимаем собственно где у нас есть и самые коммуникационные разрывы и почему собственно об одном и том же мы говорим разным языком это позволяет очень эффективно собственно залезть вглубь бизнеса и найти те самые смыслы которые нам необходимы при формировании и позиционирование и платформа брэд в глубин интервью также если мы говорим о продукте могут проводиться и здесь дистрибутерами из товароведами вот так же мы можем собственно делать анализ отзывов о продукте и проводить наблюдение непосредственного прилавка как реагирует потребитель как он тянет руку какую собственно очередь он выбирает наш продукт и так далее все это можно получить при помощи опять если исследование наблюдений потребитель что здесь собственно хочется сказать как мы говорили на первом занятии нам очень важно достучаться до гидра целью аудитории его выявить поэтому здесь мы говорим про то что это опять же глубинный интервью это наблюдение это поисковые исследования в социальных сетях очень важно вам вчера уже был первая часть инструментария дана по поводу псих и психотипирование иметь анализировать соцсети на предмет собственно как раз старте психотипов языка на котором разговаривает конкретно индивиду как он реагирует на какую ситуацию опять же визуально как он одевается что находится вокруг него какие бренды когда с конкурентной истории до прежде всего мы говорим об инструменте анализа коммуникации бренда а вот и в интернете и в оффлайне в том числе да насколько целостная коммуникации насколько она единая до начиная собственно стратегической части и выведенных смыслов заканчивая собственной коммуникации нет ли там разрыва ну и самое главное по дня необходимо при помощи этого анализа понимать собственно какой позиционированный конкуренты это собственно одна одна из главных целей плода двигаемся дальше коллеги можно переключить слайд и так собственно что есть модель глубинную интервью скоро и как мы рассматриваем как глубин инструмент глубины диагностики бизнес это не кем-то там придуманная модель это она основана на аристотелевых стратегиях и является квинтэссенцией опыта там 100 самых успешных людей в мире и собственно элемент модели скот представляет собой то минимальное количество информации квинтэссенцию которые собственно необходимо собрать для эффективных для создания эффективных коммуникаций в том или ином пространстве следующий слайд собственно объект диагностики что мы прежде всего диагностики первое это внутренние целевая аудитория то есть это собственники компании топ-менеджера на разных уровнях принятия решения и это ключевые специалисты которые являются основы отлично все появилось внешней целевой аудитории это собственно конечный потребитель представители товар производящей цепочки эксперты и конкурентная среда всех их по одной собственно модели мы можно спокойно тестировать и сейчас собственно мы поговорим про уровне данной этой глубинной диагностики то есть глубинная диагностика внутренней целевой аудитории цель от диагностики собственно синхронизировать видение будущего бренда внутри компании на всех уровнях принятия решений первый уровень собственно собственник второй уровень как раз мы смотрели с вами пирамиды топ-менеджеры генеральный директор финансовый директор и другие направления в бизнесе и и третий уровень собственно ключевые специалисты бренд-менеджер маркетинг отдела продаж результаты проведен на диагностике и являются основой для платформа бренда давайте на эту схему своим посмотрим потому что она наверное ключевая для понимания этой методики то что на мы видим на на этой схеме значит есть линии времени до в рамках который развивается бизнес мы какой-то момент понимаем что есть симптомы находясь в настоящем да мы понимаем что есть симптомы когда там может произойти там падение продаж например да либо какая-то проблема до который беспокоит бизнес не зря там появляются консультанты симптомы как раз таки они находятся в настоящем времени в котором мы находимся сейчас для того чтобы правильно понять почему болит да нам необходимо как минимум вернуться прошлое и определить причины этих симптомов зачастую их никто не определяет ну там давайте как пример возьмем там болезнь например насморк заболел человек у него потекли сопли симптомы настоящим текут сопли мы зачастую не возвращаясь назад не понимая причину не сдавая анализов пытаемся собственно применить наш ресурс во времени до купить быстро и какое-то средство закапать его для того чтобы получить результат и в этом собственно кроется тоже очень большая проблема помимо того что мы не знаем причин мы мыслим категории быстрый победы быстрого результата при этом не всегда без понимания откуда взялся этот насморк мы его можем выучить причин для нас может быть гигантское количество этих причин вот и не разобравшись мы точно не сможем провести лечение но вторая собственно главная проблема это то что мы чаще всего мыслим результат данность если мы говорим про про тот же насморк то результатом будет то что у нас сухой нос а современной коммуникации брендингового мышления в первую очередь говорит о том что необходимо помыслить эффектами да и когда мы говорим про эффекты это там легкий бег по утрам это быть секси с любимый сверху это там не знаю спокойное там ровное декларирование там на выступлении каком-то да это уже эффект и на чему собственно в этой схеме приходим что мы действительно договорим о коммуникации нам необходимо мыслить как раз таки эффекты в этой линии времени тогда она будет наиболее эффективно для для бренда то есть еще раз есть две зоны есть проблемное состояние и симптомы необходимо вылечить вы выяснить причина собственно есть наличие определенного ресурса есть собственно желаемое состояние но с двух позиций в будущем это результаты эффект именно по этой собственно схематики и проводится те самые глубинные интервью скор про которые мы говорим то есть первую очередь мы говорим что не так на сегодняшний момент в бизнесе какие собственно есть проблема да и каждый на уровне на своем уровне принятия решения в этом глубинном интервью раскрывается те самые симптомы то что действительно мешает собственно быть эффективным на определенном участке да далее выясняем собственно какие причины в том что я не знаю произошло падение продаж и ряд постоянных клиентов корпоративных например начал уходить ну и прочие прочие симптомы которые мы можем определить и покопаться собственно в этом глубинном интервью откуда собственно взялась проблемная зона что не так пошло что когда изменил вот при этом самое интересное что мы последнее время в эту методику на включили метафора да и уже на уровне глубинного глубинных интервью которые проводим бизнесе мы уже мыслим метафорически сравниваем например проблемную компанию даст с каким-то образом мы так давно мы проводили такой висече крупный молодыми компании российской вот и большинство собственно наших оппонентов глубинный интервью например сравнили сегодняшнюю сегодняшнюю компанию с маршруткой с коммунальной квартиры и семьей в которых готов который все друг от друга устали и так далее да вот это то то поле притом четко имиджевая с которым сравнивают себя сотрудники топ-менеджеры в данный момент и тут же собственно применяя метафору мы можем с ними поговорить какой они вид компании в будущем если произойдет изменен изменения да и зачастую для человек переклик переключается на метафору ему гораздо проще объяснить собственно самое главное уже подсказать какой может быть позиционирование у бренда да и какие могут быть ценностные характеристики даже образом вот потому что опять же когда мы говорим про метафору она является кратко переводчиком собственности вот и самое основное собственно в этой методике как раз таки то что мы большом счет при помощи видео еще позволяем переключить собственно сознание собственника и всех людей в компании на то что мы работаем могли эффект просто там деньги заработать действительно очень многие да даже в рекламной коммуникации редко используют эффекты да то есть когда мы говорим про национальный уровень да то есть любой собственный скажет я хочу больше денег заработать вот когда мы говорим про брендинговое понимание то эффект это как раз таки то то целостный образ который является не просто более притягательным а как раз таки приносите самые эмоции которые создают вот такой принцип да и здесь еще на собственно есть описание последовательности проведения интервью я думаю что мы не будем все это с вами читать а вы получите презентацию и собственно отдельно почитаете какие шаги необходимыми шагами необходимо прибегать когда вы проводите это глубинное интервью несколько слов от себя ну первый момент для эффективности нужна какая-то приватное какое-то пространство да лучше всего если это будет не офис куда вы приезжаете а все-таки какое-то там уединенное место которое отвлекает от ситуации офиса и нахождение конкретном бизнесе вот понятно что должны быть там отличный телефон и исключена возможность отвлекаться третий момент очень хорошо работает глубинный интервью когда вы разговариваете с двумя оппонентами всегда можно собственно устраивать между ними определенные перепалки рассуждения это очень хорошо позволяет разговорить респонденты и получить респондентов и получить более достоверную информацию как правило летать глубинного и глубинного интервью занимается два человека потому что один человек наблюдает и фиксирует реакции в том числе физиологические людей на определенные вопросы а второй собственно фиксирует результаты и по очереди собственно задаются вопрос как правило такие глубинные интервью проводится от часа времени вот иногда собственно приходится и по два и по три часа общаться потому что действительно мы самого начала даем неправильной информации чисто психологически поры пытаемся то чтобы запутать до оказаться лучше например и папы и прочее да то есть в этом случае просто мы рассматриваем проведение интервью как некое психологическое исследование чувствуем и действительно являемся где-то даже психотерапевты потому что как мы говорили на прошлой лекции что на суть бизнеса на те процессы как проходит компании могут влиять и семейная жизнь с разводами да и например ребенок который работает в компании но это тоже является частью тех смыслов которые нам необходимо синхронизировать ну и собственно структуры интервью этого все отдельно почитаете потому что здесь как раз таки заданы те вопросы дан которые необходимо отвечать и вот оранжевым выделено как раз таки для чего мы это делаем да то есть выявление проблемного состояния видения будущего с точки зрения представителя компании это собственно первая позиция восприятия да и помечено собственно где симптом где причина где эффект каков собственно будет результат какого будет эффект от наших действий каким ресурсом нам необходимо воспользоваться в общем я не буду останавливаться на структуре до этого отдельно почитаете и надеюсь что у вас получится этот инструмент применить давайте перейдем к психологии потребителя психографии отдельно методом картирования и шкалирование с вами вчера позавчера вернее мы только поверхностно коснулись этого инструментария и сегодня я собственно помимо очень простой модели с совмещением психотипов и психиометрия мы с вами посмотрели собственно как может устраиваться коммуникации поговорили собственно каждом о каждом психотипе это самая простая модель вот но достаточно эффективная вот вот этот слайд повторно поставил очень хочу чтобы обратили на него внимание потому что он как раз таки является такой квинтэссенцией при этом на примере на банк банковского сектора да то есть что происходит на этой схеме все та же самая модель да как и предыдущая вот но здесь показано собственно четыре вещи да это собственно потребности клиента что он хочет от наш получить как он воспринимает информации которые мы передаем каким образом собственно насмысливает информацию какая логика его мышление да и что важно собственно подчеркнуть коммуникациях и собственно принципы принятия решения как как он принимает решение и где мы собственно можем опять же таки повлиять на на это решение на его скорейшко эффективно предпринятие этого решения посмотрим да мы повнимательней когда мы говорим про вообще сектор сектора очень интересно вам сейчас дам статистику в нижней части где находится у нас эстеты и традиционалисты вот красные и зеленые в этой нижней части находится практически весь макмаркет чтобы было понятно где-то около 65 процентов до населения страны да и и движение сторону эстетов вот этих вот зелененьких да позволяет как раз то есть база естественно находится традиционных ценностных характеристик традиционалистов и там большинство но когда мы говорим про эстетов на это категория которая позволяет внедрив бренд работая собственно на этом чувственном уровне повышать стоимости давать собственно за счет брендинга создавать ту самую лояльность при перемещении вот в этот сектор еще раз внизу на более 65 процентов потребителей вот то есть сектор независимых наших синих это примерно процентов наверное 7 или 8 все остальное собственно это гидранистическая аудитория которая требует собственно инновации посмотрите как собственно меняются и различаются структурно эти четыре психотипа то есть если мы говорим о том что на собственно потребности клиента какие до гидранистов это собственно удовольствие находится здесь это постоянная новизна обновление предложений это статусность причастность не просто там чему-то да именно получение вознаграждения за что-то сделано такая оценка далее мы говорим о том как они воспринимают информацию как правило в зависимости от окружения и ситуативно очень важно кто находится этими людьми потому что им важно признать как правило информацию они получают и постигают без структурно и поверх схватывают на лету именно поэтому в этой категории очень много ярких кричащих образов которые эффективно работает для этой аудитории и когда мы говорим о принятии решений как правило она тоже происходит импульсивно вот и на самое главное демонстративно при всех систем выбирают условно говоря допустим какой кредитный продукт да очень важно что кто с ним рядом находится и чтобы это признавать да то есть когда мы перемещаемся в сектор независимых здесь как раз таки уже на другие собственно критерии да то есть первую очередь для этих людей важно достижение цели стратегия определенная индивидуальность да при этом с риском вот но с точки зрения восприятия да это собственное понимание внутренний мир да если привести пример по финансового рынка очень забавно когда мы говорили про независимых вот люди которые не очень любят людей помощников самое главное ненавидит собственно хаос вот и обязательно мыслит статегическими категориями обнаружили такую вещь недавно проводили собственно исследование по рынку по брокерскому рынку российскому и увидели следующую историю до что как правило мы обращаемся от коммуникации как раз к вот этим независимым да к людям которые не будут довольствоваться малым процентом и захотят собственно рискнуть получить больше кушать как вот психотип до независимые это основная основа целевой аудитории на на данном рынке вот и обнаружили что практически 80 процентов заявления вот наших конкурентов практически все бренды в этой категории применяются собственно метафоры и позиционирование как помощники как твердое плечо друга как партнеры помогающие так далее да по большому счету они находятся в той плоскости которая который ненавист на эта аудитория независимых да вот этих помощников вот или за этим исключением собственно это позиционируется как некий инструмент инструмент для этого человека для лидера воспользоваться стратегий воспользоваться стратегии то есть как словно говоря мы можем сказать что мы проводник и вместе идем по пути и вам помогает он просто не воспримет эту ситуацию можно сказать что мы там навигатор на вашем пути и это совершенно другим образом меняет коммуникации главное работает более эффективно то есть язык очень важен выбранный язык при помощи этой поведенческой сегментации на котором мы общаемся от этого зависит эффективность и принятия решений дано на на всех точках социальных контактов бренда и так далее да посмотрите в нижнюю историю да где находится масс-маркет где находится наши красные товарищи да что там получается в первую очередь для них важен контроль власть стабильность порядок и постоянно когда мы говорим что может повлиять собственно на их решение как они воспринимают информацию первую очередь нужны нужна конкретика нужны подтверждающие факторы вот и собственно подтверждение общества тоже важная история и собственно каким образом осмысливается информация то есть некая псевдо логика застревание в определенном месте поэтому здесь как раз таки важны вот эти вот социальные подтверждения что мы с вами уже 20 лет 8 миллионов с нашими клиентами это очень хорошо работает на убеждение данного психотипа и собственно как они принимают решение как правило с оглядкой на норму общества вот очень важно для вот целостного языка общения с этой аудитории учитывать эти факторы собственные на следующая категория у нас эстетов да здесь как раз таки важны чувства эмпатия забота вот как осмысливается информация как правило это не некий общей категории без структурных схватывая собственно на лету чувственно понимать о чем дома здесь для них важно принадлежность защищенность не примера люди вот и собственно на ситуативно принимается решение да потому что от этого зависит там может зависит там настроение там очень много факторов чувственных которые влияют на принятие решений в принципе если мы создаем здесь коммуникация о заботе о человеке с пониманием собственного ценностей она плавная мягкая не не водоражит никого не кусает то она там будет вас при что это такое по большому счету этот инструмент это удобный способ визуализации понимания целевой аудитории ключевых атрибутов собственно товаров рынка используется для наглядного рассмотрения восприятия бренда и позиционирования конкурирующих бренд одно собственно основных преимуществ карты позиционирования это возможность как раз таки легко найти свободную рыночную нишу и закрепить товар дизель дифференцировавшись от конкурентного окружения давайте просто но значит в чем заключается смысл квартиру значит первое это собственно четыре точки дифференциации то есть если дифференцирующие качества мы соответственно ищем среди брендов конкурентов вот и противоположно их размещаем это очень важный аспект что если мы нашли там допустим одну точку дифференциации то на обратной стороне обязательно в обратном квадранте обязательно должна быть противоположная позиция очень собственно на важный на мой взгляд аспект вот ну давайте просто взглянем например там на пример этой двух свой модели на самом деле они есть и 3d моделей и там восьми осевые но мне кажется это все усложнения которые неэффективны чаще всего непонятно не собственнику не не маркетингу вот только запут ну вот мы посмотрим собственно этим образом выстраивается карта позиционирования автомобильных брендов то есть верхний до уровень двух квадрантов это собственно подчеркивает статус до статус с точки зрения премиальности веса человека в обществе и так далее противоположность собственно доступность до марка доступна практически каждый до 2 противоположных истории мы сразу видим до что в статусе находится mercedes chrysler bmw и porsche в зоне доступности бренда находится собственно ford dodge volkswagen toyota и nissan и собственно еще две точки на дифференциации на этой карте это консервативности и спортивности посмотрите собственно каким образом делится собственно да на консервативный стиль mercedes chrysler а на более спортивный bmw и porsche то есть уже когда мы имеем подобное картирование например имея определенную определенную марку или бренд автомобиля мы уже понимаем где более конкурентные поля найти квадрантов где менее конкурентные поля вот что еще важно при на использовании собственно вот еще один из примеров это карта по зубным пастам да когда есть признак лечебная паста и гигиеническая когда есть комплексное решение специализированным и мы собственно таким же образом раскладываем наши бренды у этой карте что важно для понимания для на более эффективного картину во первых но вопрос потребителей потому что мы откуда должны получить подтверждение правильности нашего картирования как он воспринимает собственно бренд это выявление ключевых параметров разделение продуктов и товаров которые будут те самыми точками дифференциации да потому что неважно там возьмем там алкогольный рынок это рынок воды географические именования или например глобальное позиционирование да вот вам тоже две точки значит понимание что еще нам важно да это понимание положение каждого товара относительно друг друга по каждому параметру карт как правило пробуются не менее пяти вариантов потому что очень важно собственно точно понять дифференцирующие свойства рынка и при помощи анализа собственника уникации бренда выбор наилучший карты позиционирования но большому счету да когда мы пять разных вариантов попробовали выбираем наиболее оптимальный вектор собственно какие главные вещи нужно учитывать спрашивать потребителя смотреть на факты не прикрашивать положение компании пробовать собственно несколько альтернатив для выбора наиболее наиболее подходящего здесь пример одной из реальных презентации она немножко уже может быть устарела ситуация на рынке поменялась кого-то уже нет но в целом показывает как это карта строится есть у вас сейчас на экранах по сути выжимка квинтэссенция позиционирования конкурентной среды это косметические розницы на российском рынке да и мы смотрим собственно каким образом мы выделяем то самое позиционирование да что если мы говорим там про и в гош то вся вот этот цветастый бренд молодой яркий вариативный универмак для всех да когда мы говорим про и добаты вот этот бренд взрослый уверенный который четко заявляет что я все знаю сама вот и можно сразу собственно пощупать саб бренд и аудиторию это не квинтэссенция после аудита коммуникации конкурентов и определение собственно как бы четких признаков что произошло при построении карт позиционирования мы определили четыре точки дифференциации первое собственно это лично для меня эгоистическая такая позиция вот и вторая позиция противоположные все и для всех вот а по горизонтали соответственно это молодая и яркая вот и зрелый уверен где зрел и уверенные все и для всех понимая определенные факторы внутри бизнеса ну там одно из преимуществ собственно этого бренда то что работает молодежь и ядро целевой аудитории с этим очень хорошо совпадает вот мы поняли что молодая яркой лично для меня тот самый квадран то поле собственно куда мы хотим сместиться для того чтобы глубинно понять что находится в этом квадранте мы потом раз на бизнес цели полагания было увеличение маржинальности вот соответственно вот квадрат который мы мы сейчас видим абсолютно четко соответствует ну то есть мы не можем пуститься холодный категоричные и демократии демократичный доступ вот таким образом собственно была найдена ниша и на потом сформирована собственно платформы и ценности большом счет систем дизайна бренда или бренд дизайна является одной из одним из этапов и в алгоритме вот и позволяет простроить эту систему и потом собственно в этой системе дальше двигаться с точки зрения адаптации и так в системе дизайна всего шесть элементов я все время рассматриваю системы дизайна как некий конструктор поговорим собственно что ходит с тем дизайн ну в первую очередь это баллистные вещи дать торговая марка и вариативность и и разы при этом что еще эти системы дизайна позволяет сделать что если вы сейчас закроете логотип я сейчас говорю что эпоха логотипов давно закончилась вот закройте но собственно вот таблички торговую марку да и все равно бренд будет важно при построении собственно цветовой палитры важная роль собственно имеет имеют ограничения до какого цвета больше или меньше зачастую дизайнеры когда расставляют логотипы в какой-нибудь карте там цветовую модель например определяют то оценивают бренд с точки зрения цвета логотипа вот а нужно всегда смотреть несколько глубже мы работаем пусть эта история про то как мы работаем со шрифтом и формат 4 пункт это собственно фон и элементы графики с тем дизайн это совокупность 6 основных элементов да и мы при разработке обязаны на берегу понимать каким образом эти элементы взаимодействия между собой вот и насколько эффективно это происходит следующая страничка собственно это применение системы дизайна и основной тип коммуникации стильер пространство и транспорт корпоративной продукции расходные материалы фирменная одежда рекламный функционный материал шрифтовые носители интернет брендинг да цифровые носители вот здесь мы спокойно это раскрывай очень важное сейчас будет замечание вот и она будет по поводу двух ключевых инструментов которые зачастую бренд менеджеры и стратегии маркетологи в компаниях как правило не пользуются и это очень большой опущен вот следующий собственно инструмент это так называемый мудборд то есть показать сделать мудборд гидрацией аудитории задачка не из простых до сделать его так чтобы в одном мудборде была среда были брэй музыка увлечение настроение этих людей вот очень непростая задачки собственно несколько названий находящихся в окно в одном поле метафорок но по-разному звучащих это первый вариант до дат форма групп до дат и форм . которая формирует потом вид который формирует цену от точки к форме . пиксель маленькая деталь цельной форме начал чего-то нового вот соответственно показывать да или например фигура фигура лидер канон ключевая фигура геометрия природы то же самое показанные образы опять же таки помещают видение до будущего бренда уже в определенную среду еще один из инструментов при этом достаточно интересные он на хорош при разработке как элемент фирменном стиле идентификации так и при создании любых рекламы один из главных инструментов в брендинге мы считаем как раз таки метафору даже инструментом а сердцем бренда которая позволяет как раз таки добиться той самой идентичности который мечтает помог если брать например прямое определение идентичности это отождествление метафора как раз таки отождествует реальный мир с общепонятным не нереально позволяет собственно в дальнейшем причесать все остальные смыслы и главное создать целостного волшебство вода прекрасно видим что с пылу жару тот самый фокус неожиданный да и моментально у нас появляется уже знаковая форма если к нему прибавить собственно там рэкспекс кекс вполне может получиться уже интересный там логотип вот и так далее ну и ювелирные изделия тоже 3 область метафора что хочу сказать по поводу дополнительно к этому инструменту значит ключевая задача не мыслить в данной категории видеороликами или какой-то там длинный рекламу то есть вы берете компилируете область основной ценности то есть того поинта на котором разговаривает бренд и конкретной метафоры получаете на благодаря этому краткий образ знаковый до который может быть решен как в пиктограмме так и фотографии и прочее 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 посмотреть внимательно да то есть мы условно говоря дальше развивает рекламные кампании рассказывая про конкретные ценности можно спокойно это визуализировать ну представьте что вы действительно взяли булочку и завернули собственно в конверт салфетки и там не знаю соску воркнули да вот вам конкретный образ того что у нас всегда там молодая свежая продукция вот вы моментально визуализируете не просто вы говорите что там свежая выпечка да а визуализируете языком метафоры очень понятно собственно все ваши заявления так немножечко мы с вами задержимся потому что первая часть у нас провалилась за технических неполадок вот и я бы хотел дать еще один мощный инструмент один самых мощнейших которые мы используем очень часто это как раз таки метод архетипов да который в свое время изобрел господин юнг вот и в дальнейшем одной из крупных рекламных международных агентств внедрила на систему архетипов практическую маркетинге деятельность чем собственно хороший силен метод архетип главная его силу как раз таки является его метафорическом подходе то есть фишка заключается в том что сам архетип является некой метафорой метафорическим полем определенных образов и позволяет собственно раскрыть ценностные характеристики каждого из типов да и очень грамотно собственно потом перейти коммуникационное поле и правильно подбирать сообщение и действительно когда мы говорим про то что позволяет нам сделать архетипы они с одной стороны хорошо визуализирует каждый конкретный тип другой стороны на могут помочь добиться очень серьезных результатов например при сегментировании целевой аудитории там целевых групп различных лим при выявлении ядра целевой аудитории также на карте архетипов спокойно может располагать бренды и они действительно достаточно эффективно собственно существует каждый в своей категории есть там прямые конкуренты как раз таки есть возможность определенным разводить на разное стоп буквально там две наверно схемки очень важных по системе архетипов и какой инструмент дать возможность если вы посмотрите на эту карту архетипов схем архетипов вам ведь будет что-то напоминать да то есть взять основные четыре стороны до данного колеса что вы увидите что есть основные ценности аудитории или бренды там стабильности структура мне кажется что-то это напоминает самопознание свобода результаты изменения принадлежности статус обратить внимание что дарма большинство собственно систем они действительно очень похожа дальше идет собственно детализация на различные архетипические модели до родитель правитель и творец и что собственно этим архетипом прежде всего подходит да какие опять же ценностные характеристики существуют у каждого из этих видеть там например творец чтобы создать вечное идеальное не очень необходимо творить и развиваться основа основной из потребности или например берем категорию там мудрец до который ищет всегда правду и ориентируется на процесс или например тот же самый волшебник трансформирует и обновляет королевство ради определенных результатов да уже на основании даже вот этой первичной модели мы можем очень четко сориентироваться на ценностные характеристики и потребности там целевой аудитории что еще позволяет метод архетипов помимо выявления этих ценностей он собственно система архетипов как как метод позволяет собственно определить еще цели каждого конкретного от типа и страх потому что не побоюсь этого слова да но для определенной аудитории в определенных ситуациях зачастую используется и реклама угрозы например там глазик грозит облысение облысение фалтейн спаси мы пугаем потребителя что он будет вы сама показывают на картинке не высину а дуванчики с которого слетается на пушинки да вот здесь очень интересно например возьмите на того же самого правителя то есть для него очень важно его цель благополучия безопасности постоянный контроль что боится чего боится собственно правитель это бунтарство и хаос очень интересный момент дан котором хотел бы остановиться это только как в действительности собственно работает архетипическая модель то есть если вы например знаете что в категории правитель находится у вас конкурент да то у правителя есть определенная модель поведения да и в категории правитель находится очень много брендов очень много брендов которые зачастую в премиальных сегментах находится и язык общения в этом конкретном ответили определен самое главное что если вы позиционируетесь репозиционируетесь отправители выстраиваете свой бренд ну например в категории волшебник да то он или например герой то ваш язык общения должен быть ему совершенно противоположным зачастую до коммуникации является хаосом из-за того что не очень трудно остановить себя выборе собственно конкретных предложений решение определенного стиля повествования графического языка бренда там так сильного и так далее да и допустим да мы говорим про целостность правителя правитель например никогда не будет остроумным до зачастую примеру в брендах использую используют и применяют например актеров там из камни дикла да и на мой взгляд и участие брендов как бы до части брендов это реальная ошибка да потому что находясь с точки зрения правителя да мы не можем собственно вести себя определенным образом вот и здесь как раз таки и содержится в архетипах тот инструмент который позволяет очень эффективно находиться в своем индивидуальном поле и соответствует собственно архетипу бренда соответствует архетипу вашего потребителя ну и как минимум да вот на в этой таблице уже находится собственно источники поиска тех самых инсайтов которые содержатся внутри цивила аудитории и это в чистом виде психологии физиологии поддержанная собственно метафора архетипы всем очень не рекомендую собственно во первых прочитать книгу пирсона и марка герой бунтарь она давно достаточно давно была издана эта книга на наш взгляд очень тонко раскрывает возможности этого инструмента и мы здесь для вас собрали собственно квинтэссенции по каждому из архетипов создавали собственно как раз при помощи архетипов картируя местоположение главных российских банков да то есть здесь на этом слайде существует поля по социальному бренду вот которые были как квинтэссенция вытащены из коммуникаций на целостные они или не целостные это другой вопрос и на на следующем слайде как раз таки можно посмотреть каким образом мы разложили этих участников по архетипической модель да кто какой категории находится и кто на каком собственно в языке в дальнейшем может разговаривать сможете потом собственно то есть что это позволяет как минимум да понимая кто из этих мы хотим чем собственно выстраивать коммуникации брата на этом собственно я хотел закончить наш двухдневный двухдневная программа вот очень надеюсь что вы пересмотрите и первую вступительную часть и по сегодняшнему собственно инструментарию будете эффективно использовать ваши инструменты вот приходите